Музыка Наш первый интервьюер Олег. Олег, расскажите нам, это ваш первый марафон или нет? Нет, это не первый мой марафон, в этом году это уже получается частично третий, я бы сказал второй, потому что на первый я там немножко не успел Мы с вами не успели, насколько я помню Да, 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 было такое дело А вообще это, наверное, уже, блин, пятый что ли получается марафон В прошлом году в Мичуринске я тоже ездил, первый раз, вот как раз это был мой первый марафон Это для меня вот сейчас марафон очень важен, потому что, как бы, стартовый, первый марафон И, как бы, интересно уже показать более интересный, хороший результат в этом году Хотите подняться, улучшиться, да? Ну да Какой прогноз на сегодня? Прогнозирую, в принципе, по крайней мере, если оптимистично, то попасть хотя бы в сотку То есть, улучшить свой результат И, как бы, я уже тренировался в этот раз В прошлый раз я, допустим, сразу попробовал Примерно так Ну что ж, успехов вам, Олег, увидимся на финише, спасибо Спасибо, счастливо А здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, скажите, вы впервые едете в марафон? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, да, я еду в марафон в первый раз И сразу решили 70? Нет, начнем с 40, а потом уже в следующий раз, может быть, и 70 Но надо тренироваться, а тренироваться особо некогда Поэтому пока 40 И, как вы считаете, легко даст вам эта дистанция? Так, вы оделись прямо налегке, шорты Никаких там памперсов и прочего Вы думаете, это действительно настолько несерьезно? Ну, как правило, 30-ку я приезжаю в таком виде, а 40 еще не приезжал, поэтому посмотрим Какие прогнозы? Когда, в какой примерно финишный коридор вы планируете попасть? Ну, хотелось бы попасть где-то в первых процентов 30-40 финишировших Да, неплохой прогноз А то Какие-нибудь припасы взяли в гонку? Только водички Хороший завтрак, я считаю, залогом Отлично, увидимся на финише Дмитрий Счастливо, удачи вам Увидимся, увидимся Итак, я попрошу сделать музыку потише Своему коллегу Николаю Спасибо Участники готовы С секундометрии Начинаем обратный отсчет 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Представься, пожалуйста, и скажи нам, первый раз ты едешь или нет? Меня зовут Эдисов Иван Нет, я не первый раз еду Этот марафон еду второй раз Я во многих марафонах уже участвовал И какие ты обычно занимаешь места? Ну, вторые или третьи пока что То есть, вот реально, вот сегодня 400 там будут участников, плюс-минус И ты приедешь вот в первые десятки? Нет, ну я приезжаю где-то в двадцатке В лучшем случае Ну у тебя очень серьезный велосипед Я вижу карбон и, если честно, велосипед огонь Ты катаешься уже профессионально, так понимаю? Да, четвертый год Молодец Надо сегодняшнюю гонку, какой у тебя прогноз? Ну, буду стараться, ну, терпеть Ну, последняя гора будет километровая Буду в нее, ну, стараться заехать Короче, в двадцатке Ну да Ну давай, счастливо, увидимся на финише Спасибо Представьтесь, пожалуйста, расскажите нам о своем велосипедном опыте и марафонах в частности Меня зовут Галямина Ольга Серьезно выступаю Второй сезон В прошлом году умудрилась выиграть кубок веломарафонов С ума сойти А почему не поехали 70 километров сегодня? Я еще не готова к таким дистанциям И какой прогноз у вас на сегодняшний марафон? Ну, хотя бы в троечку войти Реально вот в тройку? Хотелось бы по абсолюту в тройку Если не приехали совсем сильные девочки из спортшкол, тогда это возможно С ума сойти Успехов вам, увидимся на финише Спасибо Спасибо Традиционное интервью с одним из организаторов Дмитрием Анатольевичем из компании Максимум Дмитрий Анатольевич, какой у вас сегодня прогноз, настрой? Прогноз отличный Во-первых, повезло с погодой Единственный день такой Не пасмурный, не дождливый Достаточно теплый, но не жаркий Я думаю, всем будет комфортно и приятно сегодня По этим красотам прокатиться Думаете, результат будет лучше, чем в том году? Мне главное, чтобы было не хуже Стабильность, показатель класса Отлично Успехов вам, увидимся на финише Стартовая позиция в этом году мне досталась гораздо более выгодная Однако, это не помешало людям с более мощными ногами Обойти меня на прямых участках С собой я заправился аж тремя энергетическими гелями И двумя бутылками Powerade Некоторое время я держался в общем потоке Достаточно бодро, кого-то обгонял Но, в общем и целом, сильно не педалировал Потому что боялся вымотаться на старте И достаточно психологически этот марафон для меня был сложный Казалось, что вот-вот меня покинут силы И все будет так же унизительно, тяжело и плохо, как в прошлом году Но силы меня все не покидали и не покидали И я начинал более смело пользоваться своими ногами К велосипеду вообще никаких не было вопросов Хотя и в прошлом году мне казалось, что вопросов не было Но, конечно, к хорошему привыкаешь быстро 15-й ось спереди, это плюс 100 просто к управляемости Естественно, все это добавляет уверенности Хороший переключатель скоростей, туклипсы Они, конечно, вызывали некоторые проблемы Но, в общем и целом, позволяли крутить педали более эффективно Чем в прошлом году, тем более на обычных топталках В лесу мы ехали гуськом Я держался за каким-то парнишкой спортшколы И, если честно, таким смелым на спусках, как раньше, я уже не был Не знаю, что на меня повлияло Какая-то, в общем, появилась на мне стариковская осторожность В общем, я не гнал по максимуму на скорость После леса был участок, где трясло не по-детски И очень хотелось подвес Потом опять продолжительный длинный приятный спуск На котором можно было отдохнуть ногам Меня мучили застывшие сопли в моем простуженном носу Из-за этого приходилось терять время Благо, компенсировало все то, что у меня были эти энергетические гели У меня не болели ноги И держался я намного лучше, чем в прошлом году Вот чисто по своим ощущениям я ехал и понимал, что Да все не так страшно Ну, реально, не так страшно, как казалось И можно где-то наддавать, поддавать Главное быть осторожным Я помню, что на трассе было много песочных участков в прошлом году Но в этом было намного проще Рельеф был более нежный И водички я не боялся, как обычно Что позволяло выигрывать Ну, выиграть несколько позиций Которые, естественно, потом у меня снова отыгрывали Более накаченные в плане педалирования участники Легче еще в этом году было подниматься То есть подъемы Подъемы я научился преодолевать с большей легкостью Однако на прямых участках меня все равно обгоняли Еще очень сильно доставали вот такие вот песчаные дороги Раздолбанные Потому что на них очень сильно трясет Я очень жестко настроил вилку, что помогало мне крутить Но руки забивались Несколько раз у меня чуть не отваливались бицепсы Потом кто-то со мной несколько раз общался прямо во время гонки И потом удалялся в точку Что как бы намекало мне Видео снимаешь, а кататься еще не научился Прямые участки сменялись лесными И скучно не было Вот таких вот лесных вот заездов было очень много Эту лужу я не решился преодолеть И кстати говоря, помню в прошлом году вот здесь я, когда слез с велосипеда Я упал от усталости От сведенных бедер Здесь же нет, видите, я прям еду-еду и все Даже не слезая с велосипеда Как минимум в два раза лучше, чем в том году я себя чувствовал Ну конечно на двухкратное увеличение результата на финише Рассчитывать не приходится Затем мы выбрались на пустырь Точнее мы выбрались из леса Я упал немножечко, запутавшись в туклипсах И перед нами предстал огромный, бесконечно длинный песочный подъем Который на самом деле отнял просто кучу сил Кучу Подниматься на велосипеде на минимальной передаче менее затратно Менее энергозатратно, чем вот так вот пешком топать наверх Ну естественно, в конце концов-то все закончилось Мы снова встегнулись в педали и поехали После некоторого пребывания вне леса Мы снова углубились в зеленые чащи Произошел небольшой затор на въезде Кто-то упал И нам всем пришлось некоторое время поковыряться пешком По лесу я ехал в принципе достаточно в ровном темпе Я удивлялся, что я вообще до сих пор еду, если честно Это было приятно Лес опять сменился открытым пространством Но не на продолжительное время И я старался Старался не просто пассивно ехать Не экономил силы, пытался вкручивать Время от времени дико болела поясница Ноги в этот раз почти не беспокоили Но вот болелась спина Приходилось вставать, передыхать, как-то менять положение Залетела грязь в рот И я залил ее случайно поворейдом, липким, сладким И вытереть, нет сухого места на руке, чтобы вытереть лицо Потому что руки потные, пыльные, грязные И если пытаться ими что-то с лицом сделать, то становится только хуже В общем, приходилось крутить И не обращать внимания на такие мелочи Где-то, наверное, после 20-го километра Меня обогнал Точнее, сначала догнал мой кореш Дима И некоторое время мы держались вместе Пока я не попытался сделать фасплент Через вот эту вот трубу И благополучно упал на бок Тут за мной кто-то Со мной, точнее, кто-то еще здесь решил поздороваться Познакомиться Обменяясь мы несколькими вежливыми репликами С человеком, поехали дальше Затем я долго-долго шпилил, чтобы вот догнать Димона Догнал его Какое-то время мы крутили вместе У него был велокомпьютер Который позволял нам понимать плюс-минус среднюю скорость И местоположение на трассе Жалко, что под конец камера села Повторюсь, потому что были очень классные участки Каменистые спуски, огромные подъемы И подъем я опять шел пешком Хотя, наверное, надо было все-таки попытаться проехать его на велосипеде А ты не посмотрел назад, сколько мы пронесли? Ну что, в этом году На полчаса быстрее, чем в прошлом Никаких предсмертных состояний Даже где-то, наверное, первую половину марафона Я вообще не чувствовал проблем И не сильно отставал Потом где-то до 30 километров Я даже некоторое время шпилил вперед А потом все, резко Кончились силы Ну как бы вспышек в глазах не было Более в печени тоже Но просто я не мог ускориться Вообще ничего не мог с собой поделать Просто ехал с черепашьей С черепашьей с какой-то скоростью Ну и, конечно, все эти корни под конец Эпически длинный подъем Вымотали из сил На Vision, естественно, в разы круче ехать, чем на контексте Даже сравнивать нечего Но посмотрим, что будет через год Спасибо за внимание